Ученики из 134 школы обожают футбол. У них две команды, мальчиков и девочек, от 5 до 10 класса. Поэтому для такой школы, нацеленной на спортивные рекорды, хорошая футбольная площадка – необходимость. На открытии в показательном матче школьники играли с ветеранами крыльев и выиграли со счетом 7-4. 16-летняя Полина, единственная девочка на поле, забила два гола. Мне кажется, они нам подавались. Но во втором тайме, когда мы начали играть жестко с ними, они уже начали показывать свое мастерство. Вороты у нас раньше были очень маленькие. У нас в поле было щебенка, мы играли на щебени. Сейчас мы играем на натуралке. Можно в любой обуви приходить играть. И это отлично. И все есть у нас теперь для комфортного развития футбола. После матча ветераны крыльев, Равиль Аряпов, Сергей Марушко и Антон Бобер подарили школе мяч с автографами и билеты на ближайшую игру с «Зенитом». Это же выставочный матч. Матч – это эмоции. Это, в первую очередь, делается для популяризации футбола. А это делается для учащихся, для родителей, для детей, которые должны полюбить футбол. Они его любят и, надеюсь, будут приходить в секции и заниматься футболом. Спортивная площадка построена на средствах федерального проекта «Спорт. Норма жизни» – нацпроекта «Демография». В церемонии ее открытия приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, руководитель департамента образования Елена Чернега, руководитель железнодорожного района Вадим Тюнин. Когда мы говорим о реализации национальных проектов, таких как «Спорт. Норма жизни», это все не слова. Это все открытия, в том числе, таких подобных площадок. Эти площадки по распоряжению губернатора Дмитриевича Азарова делаются полностью за счет средств бюджета Самарской области. Новая спортивная площадка стала 23-й по счету, открытой в этом году в Самарской области. В 2018-м было построено 20. Они предусмотрены двух типов – с хоккейными бортами и сеткой 3D. В покрытии искусственного газона имеется вечернее освещение и спортивное оборудование. Площадкой для игры можно будет пользоваться и летом, и зимой. Теперь любой житель поселка Шмидта, вне зависимости от возраста, может прийти и поиграть в футбол. Елена Нижегородцева, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok